Здравствуйте, меня зовут Осипов Роман, я являюсь администратором и основателем русскоязычной поддержки системы Вольфа Махметика. И в этом 14 уроке цикла кратких уроков Вольф Махметика мне хотелось бы рассказать вам о том, как можно работать со списками, как с векторами и матрицами. А также покажу вам некоторые функции из области линейной алгебры, которые реализованы в системе Вольф Махметика. Вообще говоря, о задании списков было рассказано на несколькими уроками ранее, поэтому подробнее об этом я сейчас не буду остановиться. Перейдем сразу к сути. Итак, первая задача, которая может перед вами встать, когда вы работаете с векторами или матрицами, это их отображение. Первый раздел, который вы увидите сейчас, посвящен отображению матриц в том виде, как они есть, то есть элементы их отображаются явно. Итак, давайте с помощью функции table зададим матрицу, которая представляет собой список списков. В данном случае эта матрица будет размером 6х6. И для того, чтобы отобразить ее в более-менее привычной нам форме, служат несколько функций. Во-первых, функция grid, которая позволяет создать из этих элементов таблицу. Причем, как вы увидите позже, функция grid это функция, которая обладает огромным количеством всевозможных параметров, которые можно настраивать. И она является самой мощной функцией для отображения табличных данных. Ей я вам настоятельно рекомендую пользоваться, потому что это функция, которая позволяет структурировать табличные данные и вот такого рода матричные данные очень удобно и эффективно. Для отображения, вообще говоря, быстрого, может служить функция table foam, которая на первый взгляд здесь делает то же самое. Но эта функция по сравнению с функцией grid имеет меньшее количество опций. И, повторюсь, служит для быстрого отображения таблицы. Ну и, наконец, есть функция matrix foam, которая позволяет отобразить матрицу в наиболее, наверное, привычном для нас виде, как это делается, собственно, в обычной математике. То есть в виде таблицы, в которую мы с вами поставили числа и обычные круглые скобки. Также хотелось бы отметить, что далеко не все пользователи системы, даже которые ее пользуются постоянно, знают о том, что функция matrix foam позволяет отобразить матрицу в другом направлении, то есть не по строкам, а по столбцам с помощью опции table directions. И в данном случае вам не нужно ее транспланировать для того, чтобы произвести такого рода отображение. Это часто может пригодиться. Ну и еще один пример. Хотелось бы вам продемонстрировать, что функция grid действительно это весьма мощная функция. И здесь с помощью нее мы сейчас построим табличку, в которой каждому элементу, который представляет собой целое число, мы заменим его на, по сути, ячейку таблицы со случайно заданным цветом в пространстве RGB. Итак, после того, как мы с вами вычислим этот код, вы увидите, что каждому элементу таблицы автоматически был присвоен случайный цвет. На самом деле у функции grid есть огромное количество параметров, которые позволят вам настраивать внешний вид ваших таблиц как угодно. Ну а здесь вы можете использовать ее в том числе и для отображения матриц. Теперь поговорим о том, как графически отображать числовые матрицы. Итак, предположим, мы сейчас с вами зададим матрицу, которая будет, по сути, представлять собой некоторую двумерную функцию, вернее, коллекцию тегометрических функций от некоторых аргументов. Итак, на самом деле не суть, что из себя представляют ее элементы. Здесь важно, как они будут отображаться. Итак, для начала рассмотрим функцию ArrayPod. Она позволяет визуализировать те элементы, которые у вас есть в матрице, и отобразить их вот так вот графически весьма эффективно. Причем эта функция имеет большое количество параметров, таких как, скажем, image size, размер вашей картинки, который получится на выходе, цветовые схемы. Можно задавать ее с помощью функции color function и так далее. Ну и здесь сейчас вы увидите, что каждый раз, во-первых, генерируется случайно матрица, а также генерируется случайно та цветовая схема, в которой функция ArrayPod строит ваше визуальное отображение числовой матрицы. Ну и также с помощью этой функции можно осуществлять весьма интересные вещи. Скажем, пусть у нас есть список из 10 тысяч целых чисел, начиная от единицы и кончая, собственно, 10 тысячами. Разделим его на списки из 100 элементов, таким образом получим квадратную матрицу. И, соответственно, мы ее поместили в некоторую переменную. Теперь с помощью функции ArrayPod и ее опции color rules мы можем сделать так, чтобы некоторые ячейки были автоматически подкрашены каким-то цветом. Что мы здесь сделаем? Во-первых, если число x такое, что оно простое, и, соответственно, число на 2 единицы больше тоже простое, то есть это пара чисел простых близнецов, мы выделим, соответственно, число x синим цветом. Если же x, соответственно, простое число, выделим его красным цветом. Ну и, наконец, все остальные числа будут выделяться светло-серым цветом. После этого мы можем видеть интерпретацию нашей матрицы, уже раскрашенную весьма специфическим, достаточно сложным образом. Повторюсь, синие это пары, соответственно, вернее не пары, а первые из чисел простых близнецов. Вы каждый раз здесь можете видеть, что соответствующие синие и красные квадратики находятся через одну, а красные это простые числа. Ну и синие тоже. То есть, на самом деле, мы здесь отобразили достаточно много интересных математических вещей на одном компактном рисунке с помощью функции AiryPod. Также есть функция MatrixPod. Она делает в целом достаточно похожие вещи, но они вместе с функцией AiryPod отличаются в некоторых местах. И я думаю, что если вы будете отображать графические матрицы, вы сможете сами для себя выбрать, какая из функций вам подходит больше. Скажем, по умолчанию, MatrixPod отображает, по сути, номера строк и столбцов вашей матрицы. Ну и здесь можно сделать весьма просто эффектную иллюстрацию, которая позволит, скажем, посмотреть на какие-то конкретные диапазоны матрицы, с которой вы работаете. Ну и также здесь можно посмотреть, что эти матрицы могут быть раскрашены, соответственно, в любую цветовую схему, которую вы можете, повторюсь, задать и самостоятельно. Теперь давайте перейдем от графического отображения матриц к непосредственно функциям линейной алгебры, которые есть в системе альфометика. Первая функция – это функция Transpose, которая позволяет осуществить просто транспонирование матрицы, с которой мы с вами работаем. Итак, предположим, у нас есть какая-нибудь матрица. Итак, зададим ее, скажем, с помощью функции RandomInteger. Например, пусть элементы находятся на отрезке 1,5, соответственно, это натуральные числа будут некоторые, размер матрицы пусть будет, соответственно, скажем, 4 на 5. После того, как мы с вами получили эту матрицу, можно осуществить с помощью функции Transpose ее транспонирование. Соответственно, в данном случае строки будут заменены столбцами. Заметить, что это произошло, очень просто. С помощью той же функции, скажем, например, MatrixPlot, либо же MatrixFom. Любую из тех функций, с которыми мы с вами только что познакомились. Итак, давайте посмотрим, как это выглядит. С помощью функции, скажем, MatrixFom. То есть в явном виде посмотрим на все это дело. Можно, собственно, уже наглядно видеть, что транспонирование произошло, то есть строки были заменены столбцами. Причем здесь важно отметить, что функция Transpose также применяется в несколько нетривиальном направлении, которое очень полезно. Но на самом деле часто возникает вопрос, который решается с помощью функции Transpose. Его решают нескольким странным способом, намного более сложным обычно с помощью процедурного программирования. А проблема заключается в следующем. Скажем, у вас есть коллекция пар чисел. Идея в том, чтобы, скажем, выцепить из этого списка, состоящих из двух элементов, все первые элементы, все вторые элементы, то есть все абсциссы и все ординаты. И осуществить это можно с помощью функции Transpose как раз. Так как она осуществит транспонирование, по сути, вашей матрицы. И в данном случае вы получите записанные воедино все элементы первого столбца и записанные точно так же все элементы второго столбца. Точно так же, если у вас есть, скажем, коллекция абсциссы ординат точек, вы сможете с помощью функции Transpose перейти непосредственно к конкретным явным координатам точек. Это весьма распространенная вещь, с которой возникают у начинающих пользователей некоторые проблемы. Следующая функция – это функция Dot, которая позволяет найти скалярное произведение. Здесь все в целом достаточно просто. Если у вас есть некоторые векторы, соответственно, или, например, матрицы одинакового размера, то вы сможете с помощью функции Dot, которая в самом простом синтексе выглядит как обычная точка, найти, собственно, скалярное произведение ваших объектов. Также функция Dot позволяет найти произведение двух матриц, соответственно, по всем правилам. То есть у нее несколько более широкое применение, чем у обычного скалярного произведения. Некоторый более широкий функционал. Также есть функция Cross, которая позволяет найти векторное произведение. Итак, если вы хотите, вы можете использовать ее в полной форме, то есть с помощью вот такого рода синтексиса, когда вы указываете непосредственно два ваших вектора и получаете тоже на выходе вектор соответствующего размера. А можно использовать и компактный синтексис с помощью инфиксной формы, когда вы, соответственно, задаете некоторый специальный символ, который соответствует этому оператору. Задать его можно с помощью композиции, выглядящей так. Escape. Далее набираете последовательность символа в Cross. После того, как вы нажмете снова Escape, эта конструкция превратится автоматически в символ, который соответствует векторному произведению. Следующий элемент линейной алгебры – это определитель. Итак, у нас есть с вами некоторая матрица, которую мы с вами задали ранее. Единственное, только она размера несколько неподходящего. Она, соответственно, размера 4 на 5. Нам нужно размер несколько и 0. Давайте возьмем код, который мы с вами создавали ранее и сделаем матрицу новую, скажем, размера, например, 5 на 5. Теперь с помощью функции dead можно вычислить ее определитель. Причем вы можете вычислять определитель как, скажем, в аналитической форме, так и в приближенной форме, в любой, которая вам необходима. Также следующая функция, которая может потребоваться – это функция inverse, которая позволяет найти обратную матрицу к вашей матрице. Итак, предположим, у нас есть матрица размера 6 на 6. Повторюсь, построить ее, отобразить ее вы можете с помощью функции matrix form в обычном, привычном математическом виде. И с помощью функции inverse вы можете найти обратную матрицу к ней, которую точно так же можно с помощью функции matrix form отобразить в привычной форме. Теперь давайте посмотрим, скажем, на определитель нашей матрицы, определитель обратной матрицы и отобразим с помощью знакомой уже функции matrix pod произведение, собственно, нашей матрицы на ее обратную. Как видите, здесь получилось, что, соответственно, определитель обратной матрицы, соответственно, единицы деленной на определитель обычной матрицы, а с помощью цветовых правил мы с вами сделали так, чтобы единицы закрашивались красным цветом, а нули закрашивались белым цветом. И здесь мы видим явно, что на диагонали стоят единицы. И таким образом мы с вами получили единичную матрицу после того, как нашли произведение нашей матрицы с ее обратной. Следующий набор функций для линейной алгебры делает в целом весьма похожие вещи. Это функции agent values, agent vectors, agent system. Они позволяют найти собственные числа, собственные векторы, а также собственные числа и векторы сразу. Итак, давайте посмотрим, как это работает. Итак, скажем, если вам нужно найти собственные числа в вашей матрице, тогда мы можем с вами взять, воспользоваться функцией agent values, и мы с вами получим набор собственных чисел. Также можно, скажем, перевести их в приближенную форму. С помощью функции agent vectors мы можем найти собственный вектор, каждый, который соответствует нашему собственному числу. Ну, получается достаточно громоздкая конструкция, ввиду того, что все производится аналитически. Ну, и точно так же мы можем найти приближенный вид каждого из этих собственных векторов. Ну, и, наконец, функция уже, которая называется agent system, она позволяет для матрицы найти два объекта сразу. Во-первых, первый список – это будет коллекция собственных чисел, а второй список – это будет список собственных векторов, которые, собственно, соответствуют каждому из собственных чисел в первом списке. Таким образом, если вам одновременно необходимы эти два объекта, то не нужно использовать эти две функции – agent values и agent vectors, а нужно сразу использовать функцию agent system, которая найдет это все для вас. Она позволит ускорить ваш код и оптимизировать ваши вычисления. Ну, и так же продемонстрировать, скажем, что такое след матрицы, его свойства можно, опять же, с помощью той же самой функции agent values. Итак, предположим, у нас есть некоторая матрица такого вида, найдем ее след. След – это сумма элементов, стоящих на диагонали. Для этого служит функция, которая состоит из двух букв, которые вы сейчас видите на экране. Ну, в целом, стандартное математическое обозначение следа матрицы. Ну, и так же, на самом деле, ввиду того, что есть теорема, которая гласит, что след матрицы равен сумме ее собственных чисел, мы с вами можем найти сумму собственных чисел в нашей матрице. И после упрощения этой конструкции с помощью функции simplify вы увидите, что след матрицы действительно равен сумме собственных чисел этой матрицы. Весьма интересная вещь, которую можно вот так вот быстро проиллюстрировать в системных медиках. Ну, и, наконец, последний вопрос – функции row-reduce и matrix-rank. Итак, первое служит для того, чтобы проделать прямой обратный ход метода Gauss. Предположим, у нас есть некоторая матрица размера 6х20. С помощью функции row-reduce мы можем произвести прямой обратный ход метода Gauss. Здесь вы увидите, соответственно, обычное такое представление матрицы после того, как эти шаги были проделаны. Здесь стоит единичная матрица, единичный блок, и после этого коллекция коэффициентов, которая была получена в ходе этого метода. Ну и также есть функция matrix-rank, которая позволяет найти ранг матрицы. Скажем, у нас есть некоторая матрица, достаточно большая. С помощью функции matrix-rank мы можем найти ее ранг. Как видите, он равен 4. А теперь мы можем визуализировать, собственно, ту матрицу, которая получится после прямого и обратного хода метода Gauss из той, которую мы с вами взяли. И мы с вами здесь действительно видим, что ранг этой матрицы равен 4. На этом краткий урок, посвященный взаимодействию со списками, как с векторами и матрицами, а также вопросами элементов линейной алгебры, окончен. Спасибо за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова